Здравствуйте, в эфире Наши Новости в студии. Вячеслав Селезнев сегодня в выпуске. В Сарампауле в завершающей стадии находится строительство второго корпуса детского сада Олененок. В этом году более тысячи юных жителей Березовского района отдохнут как в своих поселениях, так и за пределами муниципалитета. 40-летний юбилей отметил учебно-производственный центр общества с ограниченной ответственностью Тюмень «Трансгаз» Югорск. Об этом и другом прямо сейчас в нашем информационном выпуске. В Сарампауле состоялся круглый стол о поддержке и перспективах развития этно-туризма в Антамасийском автономном округе. В заседании приняли участие депутаты Думы Югры Тюменской области, глава Березовского района, а также сельского поселения Сарампауль. В частности, глава принимающей стороны Павел Артеев и руководитель общества с ограниченной ответственностью Рутил Любовь Филоненко рассказали об особенностях и специфике организации этно-туристических и экологических маршрутов на территории Приполярного Урала. Из их доклада следовало, что в связи с отдаленностью Березовского района и нехваткой авиарейсов по маршруту Приобе-Сарампауль многие, желающие посетить восточный склон Приполярного Урала, не имеют такой возможности. В связи с этим необходимо разработать инвестиционный проект по развитию туристической инфраструктуры в населенных пунктах муниципального образования по направлениям основных туристических потоков. Каждый путешественник, собирающийся посетить то или иное место, оценивает свои возможности и выбирает направление. Для этого необходимо создание интерактивной карты этно-туристических и экологических маршрутов на территории округа. Для того, чтобы была возможность увеличить туристический поток, рассмотреть возможность подготовки тематических программ для региональных телеканалов. В ходе работы круглого стола Любовь Стаканова, директор общества с ограниченной ответственностью Мани Уискоя рассказала и показала видеоматериал, как дети, находящиеся в детском стойбище, приобщаются к истории своих предков в традиционной среде. Развитие этно-туризма на территории округа, безусловно, является перспективным и интересным, ведь именно здесь можно ознакомиться с богатым миром народов ханта и манси, ощутить неповторимую красоту гор и приобского края, отмечают специалисты. В этом году более тысячи юных жителей Березовского района отдохнут как в своих поселениях, так и за пределами муниципалитета. Летние детские лагеря в Березово, равно как и в других территориях района, начали свою работу с июня текущего года. Отдых с пользой, пожалуй, так можно охарактеризовать открывшиеся площадки. Сценические постановки, спортивные мероприятия, навыки оказания первой медицинской помощи – только часть перечня полезного, чем занимаются дети в оздоровительных лагерях. Продолжить тему Станислав Лельхов. Когда мы были маленькие, ребята, была передача, она так и называлась «В гостях у сказки». Сегодня мы с вами в нашем лагере «Разноцветная поляна» побываем в гостях у сказки. С самого раннего детства, ребята, согласитесь со мной, что мы все слушаем сказки. День нам читает мама перед сном, бабушка тихими зимними вечерами. Мы слушаем сказку в детском саду, дальше продолжаем с ними знакомиться в школе. Знакомиться со сказками – одно из многочисленных мероприятий, которые проводятся в детском лагере Переберезовской начальной школе. Дети сами участвуют в постановках, рассказывая товарищам ту или иную сказку. В игровой форме зрители узнают любимых героев. Колобок, царевна Несмеяна, Репка. Ребята справились на отлично. Самое время для веселых танцев. Для Раламбина впервые записалась в летний лагерь при начальной школе. Как отмечает, каждый день наполнен новыми интересными событиями. Здесь очень интересно, каждый день у нас кружки идут и сказки, мы выступаем на них. И здесь очень интересно. Постоянно развлечения всякие. Среди развлечений, которые есть на площадках, можно отметить и спортивные мероприятия. В детском лагере при спортцентре «Виктория» вожатые делают акцент именно на здоровом образе жизни. Это и различные квесты, и соревнования. Футбол, баскетбол, волейбол. Зачастую игры проходят между детьми, которые посещают другие детские лагеря поселка. В лагере при детской и юношеской школе спортивная составляющая также в приоритете. Спорт, занятия травмоопасные. Поэтому детей учат оказывать первую медицинскую помощь. Под присмотром медработника юные березяне ненадолго сами становятся врачами. Почему сегодня научилась? Я научилась в лагере движения вверх оказывать первую помощь. Насколько это сложно для тебя было? Сказать, на 50%. На 50%? А приходилось раньше заниматься? Да. Как это происходило? Что случилось? Например, если там упало или коленка, то надо было сначала работать, потом забитый носит. И боли-копластырем. А, понятно. Тот же вопрос, чему сегодня научилась? Я научилась обматывать руку, если ты упал, и у тебя появились ссадины на руке. Ну, слушай, а почему вообще это нужно делать? Если ты упал, и у тебя на руке появились ссадины, нужно обработать и обматать руку. А зачем ты? Чтобы не попала грязь. А если грязь попадет, то что будет? Начнет заражение. Ну, круто. Чему сегодня научилась? Я научилась обрабатывать раны, и мне это понравилось. Мне было несложно. Я это делаю не впервые. Содержательная часть программ в детских лагерях предусматривает проведение мероприятий, направленных на развитие творческих способностей, раскрытие талантов, познание нового, на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Станислав Флерьков, Роман Тегунов, Атова и Березова. И продолжение детской темы. В Саранпауле в завершающей стадии находится строительство второго корпуса детского сада «Олененок». За счет большой площади здания в будущем здесь есть возможность увеличить общее количество воспитанников, что позволит полностью удовлетворить потребность населения в обеспечении местами детей в дошкольном учреждении. Подробности в материале Ирины Будниковой. На территории Саранпауля в конце лета планируется завершение строительства корпуса номер 2 детского сада «Олененок». И малыши, переезжая из старого здания в новое, наверняка оценят простор помещений, удобство и комфортабельность. На данный момент в нашем поселке 213 детей посещают два детских сада. Это детский сад «Олененок», здание которого построено в 2004 году. И здание бывшего детского сада «Елочка» принимает маленьких жителей с 1986 года. Несмотря на то, что здание «Елочки» имеет такой солидный возраст, оно и на сегодняшний день функционирует в полном объеме. Так как общая площадь садика небольшая, всего около 500 квадратных метров, пищеблок и прачечная расположены в соседнем корпусе, что довольно неудобно. Нет музыкального и спортивного зала. Строительство нового детского сада активно велось с 2011 года, но муниципальный контракт с подрядчиком был расторгнут в связи с неисполнением обязательств. Сейчас строительством занимается компания «Югра-регион-сервис». Подрядчик зарекомендовал себя с хорошей стороны. Выполнения строительно-монтажных работ не нарушаются, ведутся в соответствии с графиком. На данный момент сейчас ведутся в основном уличные работы, благоустройство, вертикальная планировка, ограждение. Тут еще уличное наружное освещение, еще недоделанная молниезащита по наружным работам. Ну и внутренние работы, я думаю, до середины июня, июля все закончено. В связи с тем, что наш поселок находится на сильно заболоченной местности, вокруг здания был сделан большой водоотвод. И в дальнейшем будет сделан отводной колодец, куда будет выведен весь дренаж и с помощью специальной станции будет осуществляться контроль и откачка воды. В новом здании уже сейчас имеется видеонаблюдение. Идет доработка пищевого лифта, которым будут пользоваться повара для отправки еды на второй этаж. Все материалы, использованные в строительстве, экологически чистые. На завершающей стадии работ задействованы 7 приезжих специалистов и 5 работников из жителей нашего села. В двухэтажном здании общей площадью 1380 квадратных метров будут размещены 3 группы на 60 мест. Со спальнями и игровыми комнатами, залы для занятий музыкой и физкультурой, пищеблок, административные и технические помещения. На прилегающей территории будут расположены теневые навесы, игровые комплексы, спортивная площадка, на которых предусмотрено покрытие из резиновых ковриков. Данный вид материалов является экологичным, высокопрочным, а главное безопасным, так как имеет высокую упругость и эластичность, благодаря чему защищает ребенка от риска получения серьезных травм. Данный объект у нас строится за счет средств окружной программы развития системы образования в Ханты-Мансийском автономном округе Югре и средств бюджета Березовского района с аналогичной программой. Планируется, что в новое здание переедет у нас из старого здания, так называемый детский сад «Елочка». Планируем, что завершение строительства будет окончено до конца текущего года, как и предусмотрено действующим контрактом на выполнение строительно-монтажных работ. За счет большой площади нового детского сада в будущем есть возможность увеличить общее количество воспитанников, что позволит полностью удовлетворить потребность населения в обеспечении местами детей в дошкольном учреждении. Дети – это наше будущее, и важно сделать детство каждого ребенка счастливым, интересным и комфортным. Ирина Будникова, авторское телевидение Березова, Царанпауль. Ежегодно в июне медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник. В 2019-м торжественная дата выпала на 16-е число. В честь значимого для медиков события детское отделение Березовской районной больницы на время стало актовым залом. Здесь были и теплые слова поздравлений в адрес врачей и медицинского персонала, вручение благодарственных писем и почетный грамот за добросовестный труд. О том, как прошел день медицинского работника Березова, смотрите в нашем следующем материале. В детском отделении Березовской районной больницы картины в этот день не совсем обычные. Вместо мам с детьми на скамейках разместились врачи, младший медицинский персонал все, кто имеет отношение к лечебному искусству. Мы относимся все к этому празднику, не только работники здравоохранения, я думаю, все население. И принимайте накануне праздника эти слова поздравлений от пациентов благодарных, от администрации Березовского района, от ветеранов, которые сегодня, наверное, тоже будут здесь выступать и говорить. Люди в белых халатах действительно самая гуманная, самая человечная профессия. Борьба с недугами – их и ежедневная работа. В экстренных ситуациях, в случае недомогания и болезни, мы обращаемся именно к докторам. Положительный результат зависит и от грамотной и слаженной работы медперсонала. От главы муниципалитета и от департамента здравоохранения ЮГРЫ благодарственные письма и почетные грамоты за добросовестный труд в честь Дня медицинского работника получили как врачи, так и рабочий персонал Березовской районной больницы. В имени главного врача Анатолия Федоровича Райхмана поздравить вас с профессиональным праздником, с Днем медицинского работника. Пожелать вам значимых достижений в своей профессиональной трудовой деятельности, благодарных пациентов, оптимизма, бодрости, духа. Сохраняй и укрепляйте свое здоровье, не забывайте и о своем. Спасибо вам с праздником. Не только помочь справиться с болезнью, но если нужно поговорить, поддержать, добрым словом. Для работников медицины это и квалификация, и призвание всей жизни. И в большинстве своем это люди большой отваги, терпения и доброты. Станислав Лельхов, Роман Кигунов, АТВ и Березово. В Игримском доме культуры состоялось торжественное собрание в честь 40-летнего юбилея учебного производственного центра общества с ограниченной ответственностью «Газпром» «Трансгаз Югорск». В этот день прошло масштабное награждение ветеранов и работников, а зрители познакомились с историей организации. О коллективе и развитии кузницы профессиональных кадров «Газпрома» наш следующий материал. Фильм, иллюстрирующий исторические вехи развития учебно-производственного центра перед началом мероприятия, как лейтмотив дальнейшего вечера. В 1979 году в Игриме был создан учебно-курсовой комбинат с целью подготовки кадров для предприятия «Тюмень-Трансгаз». Учебная деятельность началась в небольшом домике. Было лишь два учебных класса и штат из пяти работников. Потянулись трудовые будни. Необходимо было решать проблему помещений, набирать работников, собирать материалы и учебные пособия. Пришлось преодолеть немало сложностей. Приезжало тогда достаточно много иностранцев. И в этом здании, неказистом достаточно, но проходили курсы. Что было знаменательно? Что привозили они с собой большое количество раздаточного материала. То есть вот эти, как мы говорим, учебники, у них на каждое оборудование был свой комплект. Поэтому те люди, которые обучались впервые или повышали квалификацию, они имели перед глазами, ничего не надо было записывать, они имели вот этот документ, по которому они изучали вот это новое оборудование. Вообще это было, правда, очень здорово. Позже названия организации менялись. Центр подготовки кадров, учебно-производственный центр. За годы его существования значительно изменился внешний вид корпусов. Были построены новые производственные помещения и мастерские, физкультурно-оздоровительный комплекс, общежитие. Но цель осталась неизменной и по сей день. Подготовка квалифицированных кадров для надежной, бесперебойной работы всех подразделений общества «Газпром-Трансгаз-Югорск». И в день празднования 40-летнего юбилея состоялось награждение ветеранов и работников центра. Коллег поздравил директор учебно-производственного центра Сергей Федорик, а также заместитель председателя первичной профсоюзной организации «Газпром-Трансгаз-Югорск-Профсоюз» Дмитрий Мельников. От себя лично хочу поздравить вас с юбилеем, пожелать всем здоровья, побольше работ, побольше денег. Что самое основное? Мирного нема над головой. Ну и чтобы наша жизнь продолжалась, и как по фильму вы видите уже, то есть мы растем, мы множимся, это радует. Присоединились к поздравлениям и постоянные социальные партнеры. Отметим, что учебно-производственный центр помимо основной миссии выполняет и социальные обязательства. Он является шефом школы имени Собянина и активно сотрудничает с колледжем. Для школьников постоянно организуются мероприятия, а студенты имеют отличную возможность применить на практике свои знания именно на его базе. По словам Людмилы Гейстониной, в плотном сотрудничестве с центром уже выучились и получили профессию более 300 студентов. С днем рождения коллектив наш поздравляет. Вас проверенные временем партнеры. Пусть настойчивость ведет всегда вперед, а упорство и единство рушат горы. В центре трудится коллектив профессионалов. Об этом свидетельствуют отличные результаты конкурсов. А старший мастер производственного обучения Юрий Стукалов получил благодарность от Министерства энергетики Российской Федерации за личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд. Работе в родной организации он посвятил почти 30 лет. Это приятно, конечно, что мой друг так отметили. Но дата действительно большая. Я помню, когда я первый раз пришел в мой 15-летний юбилей, тогда я только молодой зеленый, буквально два года отработал. Сейчас заглядываешься назад, уже столько времени прошло, много с тем, кто работал уже сейчас на пенсии. Собственно, все равно все эти годы вспоминается с такой теплотой. Конечно, богатая история является подспорьем предшественницей настоящего и будущего развития организации. Юбилей. Это очень здорово и хорошо, что коллектив работает. Рад тому, что мы единомышленники. Никто вперед, ни назад, ни убегает. Мы делаем одну задачу. Те задачи, которые ставит перед нами руководство, мы пытаемся выполнить. Не то, что пытаемся, а выполняем, потому что у нас другого пути просто нет. И будем выполнять дальше. Есть пути развития. Мы не будем отставать, будем идти в ногу со временем. Развитие центра, развитие его материально-технической базы. Непосредственно будем развивать, будем улучшать. И процесс обучения будем менять немножко. То есть большую часть времени будем уделять все-таки практическим занятиям, нежели теоретическим. Теория будет 20% составлять, и 80% будет практических занятий. Отметим, что за время деятельности центра получили профессию, повысили квалификацию, освоили вторую смежную профессию более 100 тысяч рабочих общества «Газпром Трансгаз Югорск». И возвращаясь к мероприятию. В этот день работники не только получили благодарности и грамоты, но и отдохнули душой. А в этом им помогли артисты культурно-спортивного комплекса «Норд» из Югорска. Мы гордимся тобою, Россия, мы гордимся тобою, «Газпром». «Газпром», «Газпром» приходит в каждый дом. «Газпром», «Газпром» наполнен мир теплом. Вероника Камелькова, Дмитрий Нетин, АТВ «Березово» и «Гримм». Это вся информация на сегодня, что для вас работал Вячеслав Селезнев. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин